Финансовое, будь то экономическое, будь то физическое, будь то проблема отношений, все подвластно ему, когда ты с верою, со властью и со словом Божьим приходишь к этой ситуации. И я стараюсь сейчас быстро пролистывать все, что приготовил, но хочу вам одну вещь подчеркнуть. Мне даже не важно, какие пункты я сказал, какие не сказал, я не проповедую по пунктам. Я хочу передать вам сегодня один важный элемент. Чтобы ваша вера работала, ее нужно качать. Чтобы вы были в силе Духа Святого, вам нужно просто практиковать присутствие, быть побольше в его присутствии. Я вчера задался вопросом, а как сила приходит в нашу жизнь? Сила не приходит просто спонтанно и одноразово. Сила Божья приходит с постоянством, молитвенным общением, постоянством в Слове Божьем. Знаете, что такое откровение? Кого вообще боится дьявол? Задавались вопросы. Вот кого боится дьявол? Я скажу вам несколько примеров. Дьявол боится и бежит от тех, кто противостает ему чем? Твердой верой. Твердой. Слово твердый. Твердая вера. Это накачанная вера. Это в практике примененная вера. Это когда ты уже завалил несколько голиафов, и следующих начинаешь валить. Аллилуйя! Ты люба, в моих ветрах со мною сколья, без Христа я засохший цветок, и как срезанный ветром листок, без него я дышать не могу. Будь со мной, о Спаситель, прошу Сидел в тюрьме теперь, а палка моя не поможет 29 лет, 29 лет он отсидел Хорошо, а сейчас там на кого? На волну, хорошо Я на 7-8 Все, призову Сидел в тюрьме Сидел в тюрьме Сидел в тюрьме Он многомилостив Мы должны этому народу об этом говорить Мы должны пойти народу сказать покайтесь, вернитесь У нас есть великое поручение Брат Хачик много моих местописаний На небе и на земле Он перед мне уже все говорит Я просто в духе чувствую Я в духе чувствую Обратите важное внимание здесь написано моим именем И мы сегодня здесь видели Как имя Иисуса имеет в нас Как приходит свобода Как приходит исцеление Как Бог сотворяет Силой Своей И сегодня церковь И сегодня церковь Дружается в силе И в имени Иисуса Есть эта сила Сегодня церковь имеет поручение Действовать в войну Иисуса Освобождать и исцелять Проповедовать Евангелие во всех народах И сегодня эта задача Дана не только апостола Она дана сегодня каждому из нас Кто принял возрастение в своей жизни Кто принял его Духа Святого И был крещен его Духом У тебя есть большое полчение Иди и проповедовать по всему миру Евангелие Господа Аминь Субтитры подогнал «Симон»